Дорогие братья и сестры Батюшка, удивительный, я считаю, что это выдающийся общественный православный деятель, он доктор медицинских наук, он невропатолог, и я сейчас назову его имя, и вы сразу узнаете его, конечно, это отец Анатолий Берестов. Батюшка, добрый день, благословите нас всех, кто сейчас смотрит нас. Господь Бог благословит всех. Батюшка, вот я почему так сказала, что вы действительно выдающийся человек, куда бы я ни приезжала по России, я много езжу, и по дальнему зарубежью тоже, где есть православные люди, там вас знают, батюшка. И я познакомилась с вами очень давно, это начало 90-х годов, на Крутицком подворье. И я была, когда у вас на литургии, я поразилась, там было много молодежи, ребята, мальчики в основном, они, очевидно, занимались наркоманией, кто-то алкоголик, и вот идет литургия, А ведь это, наверное, как-то связано же, то, что они наркоманы и алкоголики, это беснование, правда же? И вот мальчик, он, наверное, в него бес вселился, он чуть ли не набросился на вас, как было страшно, вы знаете, я даже потом боялась к вам приходить. Но я своими глазами видела, как реально вы помогали молитвой вот этим страждущим. У вас медицинская карьера блистательная, вы доктор медицинских наук. Да. И вы это все бросили или нет, вы продолжаете только в церкви? Ну, в настоящее время по возрасту я уже не работаю, а служу в церкви. Ну, я был профессором кафедры детской новорологии, бывшего второго медицинского института, теперь это российский государственный медицинский университет. Ну, по возрасту я уже не работаю там. Занимаюсь церковной деятельностью и, в частности, реабилитацией молодежи, страдающей наркоманией, алкоголизмом, другими зависимостями. И лиц, пострадавших от деструктивных сект и оккультизма. То есть, колдовство, магия. А ведь страшно, батюшка, этим заниматься, да? Мне нет. Нет? Нет. У вас хватает силы? Я давно занимаюсь этим. Да, я знаю, что давно очень. Батюшка, вот вы сказали детской, детской... Наврологии. Наврологии. А вот, скажите, вот такие неврологические, психиатрические заболевания, они все, как это считается, бесноватые или нет? Потому что я знаю одну семью, у них есть ребенок Даун. Он такой добрый, удивительный ребенок. Даун – это хромосомное заболевание, я бы сказал, генетическое заболевание. А, генетическое. Да. Ну, а психические заболевания, они, как правило, от поражения мозга, от поражения нервной системы, это мозговое заболевание, как правило. Но хотя на этот фон наслаивается и духовный фактор, демонический. Вот. Легче наслаивается на больной мозг, на больную психику. Ну да, где трещина, туда и езжет. Да. И болезнь уже становится не только психической, но и духовной. Страдает и дух. Ну, мы говорим о трехмерности человека. Дух, душа и тело. Мозг – это тело. Мозг – это тело. И если он болен, на него легче посадить вот этих, да? Да, да, конечно. Батюшка, ну вот сейчас ведь очень многие занимаются оккультизмом и продаются книги. Вот ваши книги достать очень сложно. В Москве еще у нас можно, а где-то в провинции их нет. Но зато в той же провинции, в наших губернских городах, удивительно продаются черная магия, практическая магия, тайная доктрина Блаватская. Это ужас какой-то, это же кошмар. Да, вся Россия буквально нашпигована оккультной литературой, то есть сатанинской. Это же проявление сатаницы. В учебнике, да. Ну, приходится бороться с этим. И, в общем-то, с успехом. Огромное количество больных. Видите, вот это вот один день приема, да? Если почитать, к примеру. Сегодняшний день? Ну, в любой день. Вот все, это позавчерашний день, да? Значит, пожалуйста, тренинги в саентологии, да. Потом наркотики, потом голоса. Приворот на мужа. Одна инициация в рейке, да. Кришнаизм. Призывание имени Кришны. Дреды, Непал, Индия. Ненависть к христианству. Мама водила к экстрасенсу в детстве. Значит, тренинги психологические, личностного роста. Еще одна серьезная проблема, да. Секта Анастасии. Обращение к экстрасенсу. Приворот. Ну, вот, и ведьма, что очень часто бывает. Как это ни странно. Ну, вот, обращение к экстрасенсу, значит, инициация в рейке. То есть, ну, полный набор. Мы иногда... Инициация куда? Есть такая секта рейки. Это очень серьезная вещь. В основном, 90% людей, которые были глубоко в оккультизме, получили, так сказать, инициацию в секту рейки. Ну, вот, зачем всегда следует тяжелое духовное поражение. Мы иногда с батюшками, мы не потеряли еще чувство юмора, и мы улыбаемся, смеемся. Я говорю, батюшка, я послал вам одну ведьму. И одного вордалата. Ну, хорошо, когда они придут, и начинается какой-то процесс. То есть, ну, это реальность. Понимаете, это реальность, вот она выражена. Вот видите, вот, вот последние какие-то несколько недель работы. Вот они. Это все тяжело больные люди. А вот откуда оккультисты, вот эти ведьмы, так столько женщин, увлекающихся вот этой магией? Это проявление религиозной безграмотности, бездуховности. Люди не знают, что нельзя этим заниматься. Люди не знают, что это практическое воплощение сатанизма. Не знают. И отсюда вот такой безрогноз. На мой взгляд, еще есть и некая пропаганда. Вот смотрите, в газетах печатают гороскопы, например. Это же тоже не наше, это чужая религия. Да и телевизионных программ немало, оккультных. Даже оккультных? Да, 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 да. Тогда, может быть, лучше вообще не смотреть телевизор? Вот сейчас пост, тем более. Но наш телеканал «Союз» надо смотреть, потому что православный. Пост надо, конечно, ограничить просмотр телевидения. Батюшка, а скажите, пожалуйста, вот как отличить бесноватого от просто психически больного? Или это все равно взаимосвязано? Ну, это, во-первых, взаимосвязано. А во-вторых, ну, в быту это очень тяжело. Только тяжело отличить. Только духовно грамотный человек может понять, что это здесь бездуховность или это нарушение психики. В следствии вот этих вот духовных аномалий, духовных общений, деструктивного толка развиваются аномалии психиатрического плана, да? Но психиатрического али, да, к примеру, голоса, с которым приходит очень много людей, что это, психиатрия? Нет. Это очень редкое явление, когда в психиатрии, в следствии какого-то раздвоения личности, мог быть такая проблема под названием голоса, да? Как правило, психическая жизнь человека связана с духовным миром. Ну вот, и поэтому, когда мы говорим о таком явлении, как голоса, трудно говорить о психиатрии, да? Мы говорим о духовном, так сказать, воздействии на человека. Наш центр, он центр по реабилитации лиц, пострадавших от деструктивных сект и оккультизма. Оккультизма. Значит, специально был создан такой центр. Ну, слава богу, меньше стало или больше? Мне кажется, сейчас больше увлекаются в эти учения. Нет, меньше не стало. По крайней мере, меньше не стало. Может быть, несколько больше или, по крайней мере, в той же массе, как было в начале 90-х годов. Но ведь все-таки имейте в виду, в России уже немало подобных реабилитационных центров, как наш. От Камчатки, по всей Сибири, в Центральной России, на Запад и далеко на Запад, даже в других странах есть уже душепопечительские центры. Это так важно и так нужно. Да. Батюшка, а вот я рассказывала, когда была у вас на литургии, я очень испугалась, что там один бывший алкоголик или наркоман прям набросился на вас. Это ужасно. Ну, такие вещи могут быть, конечно. А ведь на вас же нападение было, я слышала. Ну, да. По крайней мере, три попытки. Три попытки убийства. Покушения, да. Боже сохранили. И стреляли. Ну, это вот эти бесноватые, да? Или же это сатанисты мстили вам продуманно? Ну, это, я думаю, сатанисты. Сатанисты, да? Ой, какое страшное время мы живем. И в то же время, интересное время, во всяком случае, в церковь можно ходить свободно. Свободно. Но в то же время, вот этот разгул сатанинских сил теперь, по-моему, как никогда или нет, батюшка? Да, безусловно. Сатанизм бытовой, на бытовом уровне. И мировоззренческий, он в разгуле. А мировоззренческий, это как вы имеете в виду? Ну, когда люди веруют в сатане, как Богу, простите меня за это. Бывает даже это, да? Да не бывает, это сплошь и кряту сатанинские секты. Ну, ведь вас знают еще как, ну, я скажу, даже политического деятеля, потому что вы выступаете в Госдуме. Может быть, как-то повлиять? Ведь это нужно запретить. Это же здоровье нации. Да, конечно. У нас за оборотом наркотиков следят, а вообще их, видимо, как-то легализуют. И одно время свободно продавались некоторые наркотики свободно. Каждому желающему. Например, тот же метадон. Ну, к счастью, мы почти победили эту проблему метадоновую. Мне неоднократно приходилось выступать в Государственной Думе по поводу метадона, других наркотиков. Запретили свободную продажу метадона. Ну, слава Богу. А еще какие наркотики такие запретили? Или вот откуда берут-то ведь только все это... Спайсы недавно запретили свободную продажу спайсов. А то ведь от спайсов, это курительные смеси, погибало немало народу. Умирали. Не только становились психически больными, стартал мозг от спайсов, но и умирало немало народу. Даже смертельные смеси. Да, 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 да. К сожалению, это так. Но, слава Богу, в общем-то, и со спайсами боремся. Как зовут? Александр. Так, слушаю тебя, Саша. В чем проблема? Спайс. А? Спайс. Куришь наркотик? Ну, да, попробую. Давно куришь? Нет, недавно. Ну, сколько куришь? Ну, где-то меньше месяца, месяц. Меньше? Меньше месяца. Ну, как, нравится тебе? Хорошо с наркотиком жить? Нет. А зачем что-то курить? Ты не знал, что это наркотик? Я знал, я попробую тишу. Ну, а если бы тебе предложили попробовать умереть, как-то хорошо. Стало бы пробовать? А, стало бы пробовать. Ведь о спайсах часто умирает. А еще чаще развивается тяжелая психическая болезнь. Человек становится психически ненормальным. Это тебе нужно, да? Нет. Ну, так все. Забудь теперь об этом. Забудь о спайсе. Ну, и значит ты в храм не ходишь, не моешься дома, не исповедуешься, не причаешься. Так, Саша? Хожу. Хочешь. А давно последний раз причался? А сейчас три года назад. Три года назад? Это уже три года, как выбыл из церкви. По церковным канонам, если человек в течение года не причащается, он автоматически выбывает из церкви. Ты не христианин. Три года, как уже не христианин. Ну, ты понимаешь, что ли это? Ну, почему мы занимаемся, например, реабилитацией наркозависимой молодежи? Однажды, в начале 90-х годов, ко мне одновременно на реабилитацию пришло 18 молодых человек из сатанинских сев. И все они были наркозависимыми. Но мы же занимаемся реабилитацией, оккультизмом, оккультизмом, проявлением сатанизма. Их тоже надо было реабилитировать. Ну, и мы разработали программу реабилитации наркозависимых с применением психологии, психиатрии, других врачебных дисциплин. И мы стали реабилитировать, и все они стали здоровыми, перестали употреблять наркотики, пить. А отказались от этого учения черного? Да, конечно, конечно. Ну, и так отсюда и пошло то, что мы стали активны за эмоцией реабилитации наркозависимой молодежи. Фактически это сатанизм, бытовой сатанизм. Батюшка, вот ваши пациенты и ваши чадо духовные, они практически все выздоравливают, да, кто болен обращается? Ну, и те, кто страдает наркоманией, алкоголизм, практически все выздоравливают, начинают вести трезвый образ жизни. И нормальный, церковный образ жизни. Как правило, все, ну, за редким исключением, за исключением тех, кто не может вместить в своей душе Бога, церковь, веру. А есть такие? Есть такие, да? Единицы, единицы. Ну, из ста первичных приходящих молодых людей, 95-96 воцерковляются. И только 4-5% не могут вместить в себя Бога. Я врач, доктор медицинских наук. Как медик я говорю, нет ни одного медицинского способа исцеления, излечения от наркомании. Нет? Как нет? Нет. Ведь лечат же. Лечат острые случаи, там, ломку снимают. А излечить саму болезнь наркоманией невозможно. Невозможно? Нет. Но представьте себе, вот впервые в жизни современный молодой человек с улицы, наркоман, приходит к нам, и после первой же исповеди, как правило, прекращается у него тяга к наркотикам. И никакой ломки, да? И никакой ломки. Так это чудо? Чудо. Да, мы живем в чуде. И мы работаем на это чудо. Так вот. Ну, вообще, когда уже все потерял уже, ни работы, ни семьи, ни друзей практически не осталось никого. Понял, что какое-то болото, и как-то внутри еще щелкнуло. Встретился священник, поговорили с ним, он сказал, что без Бога так и будет, еще хуже все будет. Нужно, как это менять, но только жить с Богом. Вот. Ну, знакомый парень пригласил сходить на исповедь к батюшке, к отцу Анатолию. Вот, пришел на исповедь, поисповедовался, и сразу как-то захотелось по-другому жить, увидел мир светлым, ну, другим вообще. Вот, потом, после причастия, как-то все отошло. Сразу? Да, сразу. Первый раз начать? Да, после первой части, сразу потом начал читать и утренние, и вечерние молитвы, хотя вообще даже раньше не знал, что такое молитвы, ходили там в деревне пьяные на Пасху, потому что после клуба идти некуда было, около храма там стояли, пили там, просто смеялись, не приятно. Тут как-то все резко так, Господь, когда касается, полностью все меняется, сознание, душа и все. В принципе, что такое алкоголизм и наркомания? Это наркоз от жизни. То есть человек не может справиться с той ситуацией в жизни, которая происходит, то есть у него, это как суицид, растянутый во времени, вы знаете, это как те киты, которые массово бросаются на берег моря, да, то есть вот такой массовый суицид. А здесь, если разбирать просто суицид, это быстро происходит, а это растянутый, потому что, когда рассказываешь, это вот об этих вещах, да, и беседуешь с пациентом, который приходит, моя задача смотивировать его на лечение, вернуть к жизни, вернуться самому себе, чтобы он не потерялся в этой жизни, помочь ему вспомнить, какой он был, что с ним происходило, то есть он сильный, самодостаточный человек. Батюшка, я знаю, что вы раньше летали в Сибирь с лекциями, да? Ну, я в 90-е годы, особенно в первые половины 90-х годов, постоянно куда-то летал, от Камчатки через всю Россию и за рубеж, Греция, Кипр, Болгария, ну, всех православных странах, во всех был, даже в Африке был. Да, очень много летал, ездил. А там какие-то центры остались, вот, в ваших учениках? Несколько десятков. Несколько десятков. Несколько десятков. Слава Богу, хотя это есть, да. И это дело, слава Богу, распространяется. Да, я знаю, на Урале есть, вот, по вашей методе тоже пытаются что-то сделать. Да, на Урале в свое время Владыка Викентий очень многое сделал, теперь его перевели в каком-то... В Средней Азии, в Ташкенте. А, в Средней Азии, да? Да, да, да. Кстати, Средняя Азия поставляет, говорят, наркотики. Ну, да, конечно. А какие наркотики, батюшка? Ну, в основном героин, опий, курительные смеси, так называемые. Они сами там делают в Средней Азии, да? Выращивают. Ну, маг, да. Выращивают и из мага готовят героин, опий. Ужасно. Раньше маг был в каждом огороде? Да. И был красивый цветок и маковый. Более того, мое детство прошло, ну, до семи лет в деревне, в Тверской области. Я помню, засевали целые поля маковые. И никому в голову не приходило? Нет, и даже понятия никакого не имели. Никто не курил мак. Ну, а теперь во что это превратилось? Это ужасно. Это то, что это значит. Последние 10 лет советской власти я был главным навропатологом Москвы. Исполнял обязанности, по крайней мере, главного навропатолога Москвы. Я знаю, что... Я знал, что есть такое явление – наркомания. Но в советское время у нас не было. Ну, единицы были на весь Советский Союз, не на Россию, а на весь Советский Союз с его 15 республиками. Тогда было порядка 20-25 тысяч наркоманов. А сейчас на одну Россию 8-8,5 миллионов наркозависимых. Ужас. За рулем, пить нельзя. Ну, и пьют, и бьются. И пьют, и бьются, да. Просто деревня. Там, кроме как бухать, вообще радости никаких не было. Со мной молодежь себе пьет самогонку. Ну, и постепенно, со школы-то. По чуть-чуть, на праздники. Потом уже постоянно стало. Вот, ну, и так выработали зависимость. Ну, норма какая? В день. Не знаю, ну, литра два, наверное. Водки? Да, водки или самогоны. Ну, за день, за целый день. Батюшка, а вы там же, на Крутицком подворье? Нет. Или у вас новая? Нет. С Крутицкого подворья нас убрали. Как это убрали? Мэрия Москвы, что ли? А? Мэрия? Нет, нет. Нет. Мы теперь в другом месте. Влюблено. Далеко вам ездить? А я там и живу. У нас там дом двухэтажный. При церкви, да? Там душеподительский центр. Церкви пока нет. То есть она есть, но не освящена еще. Нас недавно передвинули. Поэтому мы еще не успели осветить храм. Но храм, безусловно, будет. Народ ходит. Да я знаю, за вами, как ниточки за иголочкой, ваши прихожане ходят. Особенно тех, которых вы истерили. Батюшка, ну вот в этот центр как можно попасть? Кто приезжает к вам? Ведь многие спрашивают. И меня спрашивают. Любой желающий может приехать. И нуждающийся. И нуждающийся. И у вас там типа как общинка, монастырь или что там, гостиничка? Где расположиться-то есть? Нет, нет, нет. К сожалению, гостиницы у нас нет. Но вот потому что центр-то городской, московский. Он не рассчитан был на Россию. Но едут со всей России. А едут со всей России и за рубежа тоже, да. И даже из Соединенных Штатов Америки. Я знаю, вас там знают, да. Вот центр располагается, в общем, довольно в хорошем здании, двухэтажное. Работают там священники, разумеется, служат и работают. А не все врачи? Нет, не все. Не все. Но были, есть и врачи. Священники, врачи, психиатры, психонаврологи, невропатологи, ну, врачи любой специальности могут там быть. Потому что ведь в Москве имеется и городское, и государственное, российское общество православных врачей. Поэтому врач любой специальности может там быть. Мы можем пригласить, и любой врач придет православный. И у вас там еще как бы типа больницы, да? Нет, типа поликлиники. Типа поликлиники. Стационара у нас нет. А служба идет церковная? Всегда велась церковная служба. Но несколько, некоторое время, недели две, три, как не ведется, потому что мы переехали в другое место, и там еще церковь не освящена. Ну, будет скоро освящена, да? Да, конечно, конечно. Потому что без молитвы, без литургии, да. Церковь, по крайней мере, место для церкви есть, и вся богослужебная утварь имеется. Только осветить, и все. И можно... Ну, да, и проходит скорее. Молебны, вечерние службы проводим. Ну, литургию не ведется еще. Как попасть к вам? Нужно записываться, звонить? Может быть, дадите какой-то телефон или адрес? Новороссийская, дом 12А. Новороссийская, дом 12А, город Москва. Метро Люблино. Люблино. И там минут пять ходьбы от метро. А вот отчитка – это то же самое или нет? Нет. Нет, да? Нет. Отчитка – это иное действие. Изгнание, так сказать, беса из души человека. Ну, вот все алкоголики, страдающие алкоголизмом, у них же бес алкоголизма или нет? Или просто это болезнь? Это болезнь. Медицинская, да? Да, медицинская болезнь. Но, конечно, на нее, как я сказал, наслаиваются и духовные моменты. И нередко они бывают одержимы и бесами. Я бы хотела, чтобы вы обратились к нашим телезрителям, у кого, не дай бог, есть такая беда в доме, чтобы не бросали ни жены алкоголичек, ни мужчин алкоголиков. Да, конечно. Мне хотелось бы, чтобы наши телезрители знали, что это болезнь. Это болезнь медицинская или духовная? Может быть, и духовная. То есть проявление духовного недуга, развившегося в результате нашего безбожного образа жизни, безрелигиозного. Мог бы где-нибудь в болоте уснуть или отравиться, или по пьяной драке, там, зарезать, там, или что-то еще и сесть мог. И до чего угодно могло быть. Господь, видимо, вот таким путем привел через отца Анатолия к себе. Потому что батюшки тоже в жизни себя в чудесах. И вот дадал ему Бог такую силу, чтобы помогать людям. А что он вам сказал, что у вас заделать желаю? Я сейчас уже плохо помню, но первая исковедь у меня была, что все заповеди, оказывается, я даже не знал, что я их все нарушал. И что у каждой заповеди есть еще очень много духовных аспектов, что это не просто не убей, а это даже в уме, там, не убей, да, не по мыслию об этом что-то такое. Что не знал, что такое блуд, вообще-то плохо даже, то есть это было на жизни жизни. Вот, ну, все заповеди были, батюшка так дисконально озвучена, там, и озвучена не только звуком, но это как-то в сердце все срезонировало. И реально понял, что просто какая-то грязь внутри. И даже понял, наверное, не ушами, там, не мозгом, а что-то внутри прям какое-то ощущение такое было, что вообще как-то внутрь батюшка залез, в общем, и там все это изменилось, не знаю, как, силы бушные. Образ жизни, но образ жизни у нас связан с нашим верованием, с религией, с церковью, образ жизни. Нет церкви, нет веры, нет молитвы, и совсем другой образ жизни. Современный, плохой, изгаженный образ жизни, от которого страдает все общество, и который порождает массу болезней, и в первую очередь алкоголизм, курение. И наркотики, батюшка, вам не помогает государство? Нет, нет, не государство, не патриархия. А какие-то благотворители есть у вас? Ну, бывают. Бывают, да, да, бывают. Мне кажется, нужно на ваш центр, наоборот, бросить много средств, чтобы излечить эту беду. Бросит много средств. Много средств, во-первых, не бывает, во-вторых, никто не бросает и не дает. Нет, даже наоборот, нас как-то скручивают, перекручивают. Кто, наркомафия? Нет. Есть в церкви люди, не понимающие этой проблемы, не разбирающиеся. И говорят, а чем они там, наркоманами занимаются? Скрутить их. Почему? Или они думают, что наркоманов у нас мало? Не знаю почему. Не понимают проблемы. Проблемы не понимают. А какие наркотики? Вот как распознать родителям у них ребенок, и не дай бог, если он увлечется, вот как узнать, что опасно для ребенка? Как распознать, что он начинает баловаться этим? Пресечь это как? Пресечь – это духовное воспитание, которого у нас в семье, как правило, нет. Ну, посмотрите, если у нас в стороне порядка 143 миллионов жителей, из них порядка 100 миллионов русские, из них 80% называют себя православными, верующими, христианами, а в храмы ходят только от силы 2-2,5 миллиона. Из этих 80 миллионов. Ну, остальные, да, мы православные говорят. Говорят, что православные. А никакого понятия о церкви, о Боге, о православии не имеют. Ну, кто в этом виноват, кроме общества? Семьи или же священники? Извините, что это значит. Все виноваты. Все виноваты. И церковь тоже виновата. Да, нужно пробовать. Потому что в свое время мало уделяло внимания этой проблеме. Только в последнее время церковь стала главным. лекарством для этих людей. Ну да, больше идти некуда. Дорогие телезрители, мы сейчас с батюшкой немножечко прервемся. И смотрите, следите за нашей программой. Мы обязательно продолжим вот эту больную, но так нужную тему в наших передачах. Всего доброго. Благодарю за внимание. Благодарю от вашего имени нашего дорогого доктора, Игумена Анатолия Берестова. Игумена Анатолия Берестова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok